Ребятки, всем привет! Сегодня 15 сентября и я еду на выставку на ВДНХ. Там проходит выставка охота и рыбалка на Руси. Посмотрим, что там нового, свежего. Ну и обязательно расскажем об этом вам. Сегодня, кстати, по секрету, с нами будет Гена Йети. Мишка не смог поехать, Мишка там с вездеходом возится. У нас очень мало времени уже осталось для того, чтобы его подготовить на поход к Кожозеру. Ну и вообще подготовить. У нас там плановые ТО подошли, в общем, и Мишка поехать не смог. Поэтому поедет с нами Гена Йети. Я попросил мне помочь в этом. Смотрим, не переключаемся. Ну что, народ, вот Гена Йети уже появился. Ну что, ребят, мы уже на выставке сейчас. Давайте пробежимся, быстренько посмотрим, что в этом году нового появилось. Хотя, я думаю, нового ничего не появилось особо, будет все старенькое. Маленькая лежит, вот она. Видели? Дядька мне чуть за бровь боблер не зацепится. Вот так вот. Нефиг брови свои сувать. Куда не надо. Так вот, чайники у нас такие титановые есть. Вообще у нас набор всяких котелков этих. Ну ничего так. Правда, непонятно, зачем нам титановые, потому что мы все равно все на вездеходе возим. Так что 300 грамм лишних, никакой разницы вообще не дают. Ну, я таким пользовался. Можно фотошки? Можно. Вот подписчики. Из далекого Нижнего Ваттуса. Из далекого Нижнего Ваттуса, тем более. Вот, кстати, Гена Йети. Приятного аппетита. Я вас смотрю всегда. Это вот Гена, к которому мы на Онегу ездим. Я понял курсы. Молодцы. Вот так вот. Вы делаете крутые вещи. Спасибо. Спасибо вам. Вот здесь мы пришли. Здесь такой сектор холодного оружия. Фонарики, фонарики, фонарики. У нас с тобой будет общий. Фонарики, 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 фонарики. Архангельский мото-завод. Так, вот Гена, который сезон уже закрылся практически. Мы на Головастике выйдем последний раз. Это будет в октябре. Половим судака. Гена договариваются уже с судаками, чтобы они ловились нам, когда пойдем на Головастики. Приятного аппетита. Я иду в этот футбол. В этот футбол. На меня, знаешь, все такие. самая бруталная рыба кстати может быть здесь я на выставке найду нашу мурку и расскажу вам где и как ее можно купить ну и все остальные виды рыб только благодаря ему ребенок уже знает все хрепратишки вот мокалка металлический звук так что так и не встретишь а кто манить не умеет так что вот она такая штуковина это если вы поедете на шерпе куда-то миша палец порежет значит берем смотрите бутылка бактерицидный надо не зеленка спасли что небольшой порез 1 2 и надрезали вот этими нашими чудо-нужницами он друг дружки прилипает он конечно просто плашмя не прилипает и если вдруг где-то на полоте или воду просто опустил достал он не отлипает не отлипает воды не отлипает это герасимович от наш от нашей фирмы вам презент михаилу привет большое спасибо жаль мишки белот передали классный шутки свои пальцы которые мира всегда можно замотать это классно можно покажу клей наш помните можно клей который клеит все что угодно во первых резина кожу пластик дерево стекло если вдруг что-то у вас в дороге порвалось или сапоги или что-то сломалось вот я показываю на примере резины буквально вот такую капельку расход очень маленький буквально капельку капну можно не спешить потому что целый час не высыхает капля пока не прижмешь вот так как только прижал 10 секунд вот так уж и как супер клей он пальцы не склеивает можно не бояться возьмите за край тяните еще сильнее слушайте мне кажется для вездехода шерп при проколе колеса это можно спокойно заделывать но такая штука точно нужно есть 50 килограмм на квадратный сантиметр клеем клапана склеили даже николай валуев с трудом смог сломать потому что они а николай валуев я вам скажу дядька я сниму так здоровался лапана склеивать вот это клей ультрафикс это лучший в мире клей ребят ну что ж мы получили вот такой бутылек на тест и не дай бог при в следующем проколе или еще какой-то необходимости мы попробуем с клеем и обязательно вам расскажем мы попробуем вам расскажем мне кажется будет работать ну что что сейчас показали для заклейки шин это вообще идеальный вариант я все пользуйтесь удовольствием клеев ген для ремонта здорово о ребят знакомое колесо фортуны у нас оно было уже весной мы даже 2 скидку на 1000 рублей еще ребят вы думаете только вы участвуете в конкурсах у нас на канале нифига я тоже халяву люблю сейчас вот стану буду выигрывать вот тот ящик желтый так что давайте болеть сними глаза кругом ребят я понял одну сильно крутить не надо ждать долго очень короче как и везде где есть калява творится хаос ребят я не буду ждать я пойду войдем день другом месте ящик пойдем дальше а то каждый пытается подкрутить на приз вот и приз мой все легко и просто василий приветствую вот ребята это человек представитель компании которая продает продает здесь термоцел который нас и вас в том числе спасает от комаров последняя поездка на кольский показала что действительно это эффективно это работает теперь дело за вами осталось купить попробовать и понять что жить с комарами можно не в дружбе но просто соседствовать хотя бы гена как ты отлично отлично мы с геной отлично еще на станет покормил вы узнаете нас кто-нибудь в кафе или в ресторане накормить и нас это вот магазин который кемпинг 2000 компания торговый дом который термоцелл по всей стране продает этот марок это различные другие товары слушай коллипсы какие-то новые камеры ребята нам как раз нужно подводная камера надо будет подумать посмотрим что это за камеры в конце концов ну что ж ребят вот мы добрались до стенда финтрейла как раз это та одежда в которой мы ездили на кольске вот сейчас серии которые вы смотрите скользко вот это одежда здесь представлена практически вся линейка вот пришли новые сапоги говорят и мы скоро тоже возьмем на тест и будем пробовать и вам об этом расскажем в принципе ссылочка где все можно это приобрести будет в описании к ролику могу сказать так кольским проверено дефектов нет можно пользоваться я вот был как раз вот так вот костюме очень положительно себя показал единственное что я бы здесь заменил ремешок расстегивается с моим пузом ну а так дальше это вот принципе одежда для тех кто ведет активный образ жизни на какой-то техники это и вейдерсы в принципе они подойдут и для ловли рыбы если вы там не маньячитесь симсами и прочими вещами квадроциклы и снегоходная одежда есть также зимняя здесь не представленная зимняя одежда а вот-вот-вот кстати вот такой костюм мы тоже будем испытывать зимой я думаю будет замечательно да вот жилеточки прикольные ну что ж этому вам порекомендуем после того как попробуем сейчас вот от дождя и от мокрой погоды вот такая вот вещь за ее деньги это просто золотая штуковина находка потому что у меня только одна куртка sims допустим стоило там около 45000 разницы я особо не увидел также вот такие есть рюкзаки кстати вот рюкзак да это вообще замечательный рюкзачок 35 литров как раз наш размерчик ну что ж будем обращаться финтрейл чтобы они нам давали хорошие качественные вещи в принципе которыми они являются прямо приятно трогать какой-то там ребят пушок внутри а на слой ну на на ощупь как пушок надо будет потом дырочку проковырять проверить ну что ж пойдем дальше посмотрим что еще есть на выставке гена ты не видел этих рыб как наша мука они там продавались жаловца 1 лежала это не то это они где-то вот здесь у должны на переходе а зимой кушать еще по мере я наверно я взгляну и увидите на починку два вопроса о чем шашкуры камчатске не продумывается всем угроза 7 сгулять Около 2 метров. Ну, не какой-то жильки просто одели. Где я? Ладно, Мишка. Думаешь, ну, хорошая. Ну, не хотите Мишку, вот, возьмите хотя бы ежика. Правильно, он не растянет. Его не растянешь, нам кожа такая спастень. Там, вот, не маленький зверев. Гена, Гена, кого хочешь растянет. Это ж надо было так. Что-то она мне десятку напоминает какую-то обрезанную. Тебе не напоминает? Ну, вот я тебе точно говорю, это Лады, Калина, Малина, елки-палки. Смотри. Не исправим-то. Это русский язык. Я тебя запикаю. Это русский язык. Буду запикивать даже там, где ты не материшься. Пусть все думают, что у тебя через слово маты. Дополнительно такие можно поставить по всем этим. Наливают? А как? Смотри, ставить. Блин, нету. Спальня на троих. Сюда. Да. Там даже по 4 можно поместить. 5-5 ровно. Стоя 8 станут. Логично. А если у вас еще карлика взять, то вообще можно. Сколько она весит? Сложит. Стоит 140 килограмм. Можем сделать из алюминия дуги. К алюминиевому шерпу? Алюминиевую дуги. Стать все равно лучше. Тут уже, ребята, собака уже жестко к грузоподъемности. Такую уже скорее не вытащишь сам. Вот этот не надо вытаскивать, а эти надо. Если брать цену, я тут на 2 буксерочек отберусь. А, ничего бы чеха не сделал. Вот уже 2 человека. Садний вторник там не устанет. Да, я боюсь, что он. Тяжелый, но даже прицепил сон уже. Второе сцепление с дороги. Он всесезонный, да? Он всесезонный, плавающий или не тонущий? Хорошо плавающий, да. Хорошо плавающий даже. Вот так, ребята, прям хочется проверить. Нет, картинки показать можно, что хочешь. Но пока мы сами не проверим, верить нельзя. Может, у них вода другой плотно. На внешне. Ну, тут, конечно, сидит. Здесь, наоборот. Наоборот, тут нет. Ну, тогда соленая вода. Да, да. Я о чем он говорил. Горе. Это все с зеленым сукном. Зеленое сукно сзади натягиваешь. Я тебе такую картинку покажу. В Гранд Каньоне. Ну, слушайте. Да я шучу на самом деле. Бюджет такого видео. На самом деле. Чтобы это плавало не по-настоящему, достаточно большой. Что-то очень коротко. Потом она перевернулась, что ли? Не, а что? Ну, он не перевернулся. Плавает очень хорошо. Герметичный кузов. В багажнике до 40 килограмм. При этом он хорошо рулится на воде. Куда повернул, куда и поехал. Если надумаете делать обзор на вездеход для Ютуба. Как раз у нас самый крупный вездеходный портал в Ютубе. Герасим Шерканал. Герасим Шерканал. Да, вот мы на нем путешествуем по всей стране. Надумаете сделать обзор интересный. Ну что ж, ребят. Вот необычный такой. Даже не знаю. Это уже не мото собака, наверное, да? Как он позиционируется? Пока он позиционируется, как все-таки плавающая мото собака, так как управление идет у нее. Как у мото собаки, это, наверное, единственное пока что осталось. Ну что ж, ребят. Я еще раз говорю. Захотят производители сделать обзор. И мы вам подробно эту технику покажем. Все-таки вездеходы должны быть разные. Их должно быть много. И на разный кошелек. Пойдем дальше. Это из какого камня? Уральский камень. Уральский мрамор. Уральский мрамор. Вот такие, ребят, интересные вещи. Вот, ребята, Гена купил себе лягушку. Чего ты ее прячешь? Показывай давай. Нет, я не себе. Я любимой жене. Представляете, так она ему понравилась, что даже без скидки ее купил. Ой-ой-ой-ой-ой. Кого-то она меня напоминает. Шикарная лягушка, шикарная. Чтобы жена смотрела и помнила тебя всегда, да? Ну, ребят, а мне достался вот такой вот камень. Малахит, кстати, да, очень интересный. Резирующий малахит. Такой, как вырос и приводил. Очень интересный. Спасибо. Вот такие вот, ребят, интересные штуки. Ну, вот эта лягушка, это вообще, конечно, барс, да. Барс, да. Прям, как вот, бежали-бежали и застыли. Ворон очень красивый. Альбы скрылись. В общем, ребят, как найти студию Новикова у вас на экране. Заходите, смотрите. Ну, также будет ссылочка в описании. А мы идем дальше. Спасибо. Вот только не встретишь на выставке. Смотрите, я сижу опять в знакомом автомобиле. В красно-белом. А встретили мы там Олега. Как раз вот в серии, которые идут. Олег приехал посмотреть, что есть на выставке. Оказалось, ничего нету. Чего нет? Да нет, он обманывает. Это для него просто ничего нету. А я? Я же лучше собаки. Ну, ты же не в клетке. Пока еще не в клетке. Ты лучше собаки. Все, поехали. Я буду контрабандой. Разные, ребята, вкусности. Рыбы. Чего только нету. Ребят, вы меня постоянно в комментариях спрашиваете, где взять можно мурку. Смотрите, сколько я мурок нашел. Здесь вообще практически все рыбы представлены, которые водятся в средней полосе. Смотрите. Огромное количество. Помимо этого, есть различные игрушки для детей. Все это мягкое, антистрессовое. Прикольно на ощупь. Где это купить? Я вам скоро расскажу. Ребята, вот мы зашли. Зашли почему? Я увидел плавучий якорь. И думаю, что мне он будет как раз для нашей рыбалки на головастике. Будет как раз подходить для того, чтобы мы его кидали и по течению нас не крутило. То есть можно было сплавляться спокойно и джиговать. Это радикал опытно-конструкторское бюро. Очень большой выбор якорей. И причем необычных, интересных. В принципе, вы можете зайти на сайт. Ссылочку на сайт вы сейчас увидите на экране. И в описании к ролику он будет. Можно будет. Для маломерных судов очень много интересных якорей. Так что обратите внимание. А нам сейчас расскажут про плавучий якорь. В чем его отличия и преимущества. Вот такой плавучий якорь. В чем отличие наших якорей от китайских производителей? Сюда мы вживаем ПВК-элемент. Чтобы при попадании в воду расправили, он сразу набрался водой. Да, упругое такое. Вживаем карманчик. Который, например, в любой группе вы кладете. Обязательно покупать. Это удушевляет глубость якори. И на сопле четыре петли. В отличие от обычных якорей, где одна петля. То есть, если вы на месте эксплуатации видите, что вам нужно притормозить побольше, вы просто сужаете веревочкой. Вот. Это размер эль штормовой. Тысяча на две тысячи. Поплавочек просто кусают бутылочку, чтобы можно либо на ту петлю повесить, либо нам больше нравится. Вот здесь петелька. Вот здесь петелька. И в каких условиях, как он себя поведет. Ну и конечно, если это будет стоящая вещь, то вы будете видеть его постоянно на канале. Так что, ребят, ссылочка в описании. Заходите, смотрите, может быть и выберите что-то для себя. Очень много якорей небольших для ПВХ лодок. То есть, каждый найдет себе по вкусу что-то. И снова здравствуйте. Вот, смотрите, видите, берут, берут все-таки. Ну мы у стенда Megatex, ребята, давайте сейчас узнаем, чего у них появилось новенького. Ну и освежим память по старинкам. Ну что ж, ребята, вот о кулуарной беседе я выяснил то, что нового ничего нету, только улучшена старая. Так что, в принципе, ссылочка в описании. Заходите, смотрите, вещи уникальные производят. И самое главное, что мы ими пользуемся. Идем дальше. Вот это баночка. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрим ваши видео, прикольные. Спасибо, спасибо. А вы в Архангельске, значит, да? Да. Вот мы к вам поедем сейчас. На Кужуозеро поедем. В Кужуозере вроде недавно. Мы на Кольске, только с Кольского приехали. Ну как? Вот сейчас видео идут. Отлично. 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 Ребята, вот зашел на стенд блесна, делаются в городе Казань, производятся Мне эти блесны знакомы по зимним рыбалкам, это когда мы ловили судака, ловили налима Ну и вот сейчас хочу для поездки в Архангельскую область, вот выбрал блесен, попробовать Ну заодно вам покажем, расскажем, как они ловятся, не ловятся, рыбы к нам Посмотрим Это снова мы Ну что, ребят, хочу сказать, пластырь мне очень понравился, я пришел еще купить Пластырь на самом деле, он уникален Офигенный, я сейчас его носил, вот один оборотик этот, и руки мыл, и все, ребят, в аптечке иметь надо будет Я сейчас куплю и не один еще Да, то есть вам палку разрезать в пола Нет, вот тут в пола, смотришь Давай, давай Ну медведь Ну что ж, ребят, вот и закончился наш поход на выставку В принципе, все пришло прекрасно и жалеть не о чем Я жалею только об одном, что на мне сейчас нет финтрейла А на улице идет дождь, и мне идти до машины где-то полкилометра Вот это печаль В финтрейле тепло, сухо бы сейчас было Это уже проверено Фух, наконец-то я добрался Все, домой Ну вот, ребят, поездка на выставку закончилась, посмотрели Что-то увидели нового, что-то интересного Как я не люблю ездить в Москву Ну, к сожалению, тут уже ничего не поделаешь Выставка к нам не приезжает пока Пока она только в Москве проходит Ну ладно, потрачен был один день Правда, он был потрачен перед подготовкой к поездке В Архангельскую область Ну, все было не зря Мы нашли новых партнеров Мы посмотрели какие-то новые интересные вещи И, как говорится, все, что не делается, все к лучшему Даже дождь этот тоже к лучшему Ну, наверное Все-таки жалко, что я без финтрейла буду Всего вам, ребят, хорошего Пока Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца Если понравилось, ставь лайк Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики Вот это для тебя подобрал YouTube Вот это наш самый последний новый ролик И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами Если ты еще не подписан Обязательно подпишись вот здесь Нажми на кружок Спасибо Пока